За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 194 происшествия. Из них 13 преступлений, из которых 7 раскрыто. По 6 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Приучено к ответственности 57 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники ОМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. Минувшую пятницу сотрудниками госавтоинспекции на территории города Наринмар и поселка Искатели проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход», целью которого являлось предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами. В ходе мероприятия автополицейскими проверено 65 единиц автотранспорта, выявлено и пристечено 17 административных правонарушений. Также с участниками дорожного движения проведены профилактические беседы. Госавтоинспекция региона напоминает водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения и быть внимательными на дорогах. Не забывайте обеспечивать свою безопасность в темное время суток, используйте светоотражающие элементы. 6 октября текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Контроль». Мероприятие было направлено на проверку соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации. За время мероприятия составлено 5 административных протоколов. Несмотря на то, что сотрудники окружной полиции постоянно информируют жителей округа через средства массовой информации о новых видах и схемах мошенничества, жители региона продолжают попадаться на уловки аферистов. Так, 3 октября текущего года в полицию обратились двое заявителей, которые сообщили, что стали жертвами интернет-мошенников. В обоих случаях доверчивые граждане сообщили аферистам всю информацию по своим банковским картам, в результате чего потеряли денежные средства. В первом случае мужчина 89 года рождения нашел сайт неизвестного ему банка в сети интернет с целью получения кредита. После подачи заявки ему на телефон позвонил работник банка, подтвердив одобрение по кредиту и сообщил клиенту, что для оформления кредитного договора и перевода денег необходимо оплатить комиссию страховку. Сразу же после разговора с мошенником житель округа перевел на банковский счет аферистов денежные средства в сумме 15 тысяч рублей. Вторая заявительница сообщила полицейским, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился работником службы безопасности банка и предложил с целью обеспечения сохранности счетов потерпевшей сообщить ему данные по ее банковской карте и все пароли, которые будут приходить на мобильный телефон. Наивная женщина 60 года рождения, не задумываясь, сообщила всю информацию мошеннику, потеряв при этом 10 тысяч рублей. 4 октября текущего года дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы округа о том, что из торгового павильона по улице Геологов поселка Искателей совершено хищение денежных средств и продуктов питания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что кражу совершили двое несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних управления. 3 октября текущего года подростки ушли из дома и бродили по улицам поселка Искателей. Гуляя по поселку, они решили проникнуть в торговый ларек по улице Геологов. Несовершеннолетние злоумышленники в заброшенном сарае на берегу реки Печора нашли топор и при помощи его отжали навесной замок на двери ларька, из которого похитили деньги и продукты, в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению. Стражами порядка по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В другом случае 7 октября текущего года в дежурную часть полиции от жительницы округа 59-го года рождения поступило заявление о том, что в продуктовом магазине по улице Юбилейной города Наринмара из ее сумки похищен кошелек, в котором находились две банковские карты. Со слов заявительницы с сотрудниками окружной полиции установлено, что женщина, расплатившись на кассе магазина за продукты, вспомнила, что купила не все и снова прошла в торговый зал магазина, оставив пакет с продуктами питания на столике. Когда жительница округа положила в сумку купленный товар, она обнаружила пропажу кошелька. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что хищение кошелька и заставленное без присмотра сумки совершил несовершеннолетний 2002 года рождения, состоящий на профучете в отделе по делам несовершеннолетних управления. Стражам порядка стало известно, что подросток, воспользовавшись лежащим в кошельке пин-кодом от одной из банковских карт заявительницы, снял с нее денежные средства в сумме 10 тысяч рублей и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению. В настоящее время по данному факту окружными полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств. Директор одного из государственных унитарных предприятий города Наридмара, используя копии паспортов пятерых граждан, заключил от их имени фиктивные договоры о приеме их на работу. При этом граждане об этом уведомлены не были. После чего, пользуясь своим служебным положением, злоумышленник подписывал акты приемки выполненных работ, на основаниях которых получал в кассе организации за якобы работающих на предприятии людей денежное вознаграждение, которое тратил в дальнейшем по своему усмотрению. Всего злоумышленник причинил ущерб предприятию в особо крупном размере на сумму около двух миллионов рублей. Следователем следственного отдела УМВД в отношении директора предприятия возбужденный впоследствии направлено в суд уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Злоумышленник в ходе следствия свою вину признал полностью. Наридмарским городским судом подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении и штрафа в размере 500 тысяч рублей. 2 октября текущего года в комплексном центре социального обслуживания с пожилыми жителями сельских поселений, проходящих курс оздоровительных процедур, проведена профилактическая беседа, посвященная противодействию мошенникам и вопросам профилактики данных преступлений, совершаемых в отношении пожилых граждан. В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу, представители собраний депутатов, а также управляющий начальник службы безопасности окружного отделения Сбербанка России. В рамках беседы окружные полицейские рассказали пожилым людям о самых распространенных фактах мошеннических действий на территории региона. Стражи порядка в своем выступлении акцентировали внимание пенсионеров на том, что количество преступлений, связанных с хищениями денежных средств, телефонного интернет-мошенничества, увеличивается с каждым годом. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы наиболее эффективных механизмов противодействия и информирования граждан о методах, схемах и способах деятельности преступников. Участники договорились о совместной работе, направленной на предупреждение пресечения интернет-мошенничества, с призывом граждан о необходимости проявлять как бдительность, так и внимательность при общении с незнакомыми и малознакомыми людьми. С 7 по 16 октября 2017 года жители округа посредством онлайн-голосования на сайте Управления МВД России по Ненецкому автономному округу могут определить одного участкового, который будет принимать участие в заключительном третьем этапе всероссийского конкурса. Третий этап конкурса стартует 1 ноября, когда будет объявлено онлайн-голосование населения на официальном интернет-сайте МВД России для определения победителя конкурса на общероссийском уровне. Жители округа могут ознакомиться с анкетами каждого конкурсанта и проголосовать на сайте УМВД, а также на одном из социальных аккаунтов ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук за того, кто, по их мнению, достоин звания народного участкового. Сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу приглашают граждан принять активное участие в выборе лучшего участкового округа и проголосовать. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя!